Друзья, сегодня по многочисленным просьбам я решил сделать полный обзор своего нового автомобиля, который я взял для опытов, не для восстановления, не путайте. Сначала я хотел выложить это видео на своем втором канале, но так как желающих на такой обзор было очень много, все-таки решил сделать это на основном. Ведь все хотели узнать, для чего саморезы сделаны на крыше, почему дефлектор стоит на двери, ну и другие интересные моменты. Поэтому об этом я сегодня расскажу, ну и конечно же мы продолжим тест промывки двигателя, поэтому будет на что посмотреть. Идея о подопытном автомобиле у меня зародилась достаточно давно, потому что в планах есть такие эксперименты, которые нужно проводить на машине, которые я бы не решился делать на своем повседневном автомобиле, потому что есть шанс пересесть на автобус. Я искал много вариантов в бюджете до 50 тысяч рублей. В основном попадались ржавые ведра, которые уже измотаны жизнью. И перед тем, как проводить там какие-то эксперименты, их нужно чинить, не один месяц. И поэтому такие варианты, конечно же, мне не подошли. Ну а потом всплыло вот такое вот объявление, Калина за 50 тысяч рублей с пробегом 36 тысяч. Сначала я отнесся к этому с иронией, но когда увидел у нее салон, то подумал, что все может быть. Тем более у этой машины только один хозяин, это тоже о многом говорит. Как оказалось, это перевертишь, который сделали с помощью саморезов и какой-то матери. То есть старый владелец сильно не заморачивался и взял сюда, прилепил новый лепесток. То есть задняя часть оставалась целая, а передняя часть была мятая. Он поверх этой мятой крыши налепил новый лепесток, притянул ее саморезами с герметиком. И получилось очень оригинально. Сами двери, крылья выправлялись с помощью молотка и были окрашены тем же самым мастером. Но при всем этом, если обратить внимание на багажник, то здесь полностью родная краска, везде родной герметик, родная шумоизоляция. Это говорит о том, что сзади она удар точно не получала. Пойдемте вперед. Здесь ситуация такая же. Хоть и крылья снимались, но сам телевизор стоит родной. Хотя его и подкрашивали местами. Многие никак не хотели верить, что здесь пробег 36 тысяч. И я тоже сначала подумал, что здесь щиток стоит от какой-то другой машины. Вряд ли здесь что-то сматывали, потому что, глядя на ее общее состояние, не видно, что здесь сделана предпродажная подготовка. Но опять же, посмотрите, какое состояние руля. Он как новый, то есть соответствует данному пробегу. Но в тот же момент его могли заменить. Далее обратите внимание на состояние сидений. Одно дело, что они чистые. Тут, возможно, чехлы были, и потом их сняли, чтобы продать машину. Но они абсолютно не продавлены. Такого тоже быть не может. Если на машине пробег более 100 тысяч, то вот здесь вот уже возникают складки. На том и на другом сидении. Но на водительском особенно. Это уже о многом говорит. Сомневаюсь, что сидения здесь кто-то менял. Далее посмотрите, в каком состоянии педали. Они тоже как новые. То есть, если бы на машине был пробег больше 100 тысяч, они бы были стерты однозначно. На всех клавишах нет никаких затертостей. Хоть и салон весь загаженный, но он не изношенный. Поэтому на это тоже обращайте внимание при покупке машины. Вот вам пример машины, где точно скручен пробег. Написано, что всего 38 тысяч, но по факту мы видим засаленный руль, стертые педали, продавленные сидения. И даже то, что помыли салон, это ее не спасает. Далее, как вспомогательные данные, износа на тормозном диске нет вообще. Он точно соответствует данному пробегу. Еще, что немаловажно, это подвеска. Снизу она вся заржавела, но при этом все саленблоки остались целыми. Это также говорит о том, что она очень долго стояла и то, что на ней слишком мало ездили. Ну а двигатель даже зимой заводится с полоборота. Это говорит о том, что у него хорошая компрессия и, соответственно, он почти не изношен. Я могу еще долго перечислять и показывать различные мелочи, которые подтверждают данный пробег. Ведь при покупке машины нужно смотреть комплексно на все детали, а не на щиток приборов. И тем более не верить на слово продавцу. Далее уже вопрос. Как вы думаете, для чего здесь сделан ветровик? Остановите видео и напишите это в комментариях. Я сначала подумал, что тут очень большая щель и он сделан для того, чтобы ветер не задувал в салон. Но, как оказалось, все гораздо сложнее. Он тут служит как ограничитель двери, потому что стандартная планка почему-то отсутствует. Вот так вот владелец решил выйти из этого положения. Еще многие удивились, как я нахально прикрутил розетку на саморезы к бамперу, когда мы испытывали турбонагнетатель. Но поверьте, это самое легкое, что пережила данная машина. Вы только посмотрите, как здесь держатся ветровики. Учитесь, как нужно делать, чтобы их не сдувало ветром. Помимо пылесосного нагнетателя, здесь еще много чего будет испытано, ведь проект только начинается. Еще что прикольно, она на литых дисках, но на 13-х и на высокой резине. Сейчас я понимаю, почему Автоваз называют неуправляемым. Допустим, вот Калина Спорт на 15-х колесах как утюг заходит в повороты. А это хоть тоже Калина, но на ней вообще невозможно ездить. Я думаю, если такие колеса поставить на какую-нибудь иномарку, то она также превратится в неуправляемое корыто. Еще думаю, сразу установить сюда Ева-коврики для экспериментов. Посмотрим, насколько их хватит. Сразу же вид салона изменился. И сейчас пыль и снег будут задерживаться в этих ячейках. Кстати, неплохой подарок на Новый год, поэтому если кому-то интересно, где их можно купить, ссылку также оставлю под видео. Еще, как помните, мы залили сюда мягкую промывку от ВМПА-Авто, которая идет на 500 километров. Я думаю, мы уже достаточно поездили, и пришло время разобрать двигатель и посмотреть, в каком он состоянии. Сейчас давайте загоним ее в гараж и как раз этим и займемся. Хоть и пробег на этой машине небольшой, но масло тут, как оказалось, ни разу не меняли. Даже фильтр стоял родной. Если помните, мы его пилили уже в прошлых сериях. Соответственно, двигатель немного загрязнился, и сейчас давайте посмотрим, помогла ли нам как-то промывка. Для начала, думаю, сольем старое масло. Точнее, не сольем, мы откачаем с помощью нашего приспособления, которое я вам уже показывал. Оно откачивает масло даже лучше, чем через сливную пробку, если помните. Причем очень быстро, буквально за 2 минуты. Ну и сейчас снимаем клапанную крышку и посмотрим, в каком состоянии двигатель. В общем, хоть и шлам полностью не удалился, но он стал значительно мягче и уже механическим путем легко удаляется. Даже если не полностью, то хотя бы те места, где масло более активно циркулирует. Это, в принципе, нам и нужно. Сам двигатель тоже стал чище в тех местах, где масло активно брызгает. Сейчас устанавливаем эту крышку на место и продолжим эксперимент. Возможно, конечно, стоило залить такую промывку в новое масло, а не как мы в отработку. Но хотя такая промывка именно перед заменой масла делается. Так что у нас все по инструкции. Ну и сейчас будем заливать уже по-настоящему хорошее масло, которое очень популярно среди водителей. Это, конечно же, лукойл. Но заливать мы его будем только для очередной промывки двигателя. Ведь у нас есть еще 5-минутка от Вэмп Авто. Она себя довольно хорошо показала в наших тестах. И поэтому смыть вот такой вот уже мягкий шлам, думаю, с ее помощью однозначно получится. И сейчас давайте все это дело заливаем в двигатель и посмотрим, что у нас получится. сейчас, в общем, также нашим устройством сливаем это масло лукойл с промывкой. Посмотрим, какого цвета будет эта жидкость. И потом уже снимем клапанную крышку и также оценим, помогла ли хоть как-то эта дополнительная промывка. Не сказать, конечно, что прям совсем черная, но все равно достаточно темная. Все-таки промывка, думаю, что-то отмыло. Давайте это посмотрим. Даже наглядно видно, что шлам стал отмываться. Получается, что даже застаревший лак с такими вот жесткими отложениями можно отмыть. Но постепенно, потому что слой здесь достаточно толстый, он хоть и стал мягким, но мгновенно его не вымыть, если только механическим путем. Поэтому будем еще дальше экспериментировать, пробовать еще промывки и, возможно, в конце экспериментов двигатель у нас будет как новый. К сожалению, мы сегодня немножко затянули и на улице уже темнее. У меня еще кое-какие планы были на это видео, поэтому придется продолжить в следующих выпусках. Ну, а чтобы их не пропустить, подписывайтесь на канал, ну и, конечно, ставьте палец вверх, кому сегодняшняя серия была интересна. С вами был Денис Механик, спасибо за внимание и пока!